Потолок пожарные проламывают специально, чтобы проверить, не остались ли в перекрытиях тлеющие бревна. Возгорание в 56-м доме на улице Чернышевского зафиксировали в 9.30 утра. Полностью нейтрализовать огонь удалось только спустя два часа. По версии спасателей, очаг возгорания находился на втором этаже. Затем пламя начало переходить на чердак. И если бы не вовремя прибывшие пожарные, то, возможно, дом бы сгорел полностью. Первыми, кто увидел пожар, стали обитатели двухэтажки, пара бездомных. В этом здании, с их слов, проживают на птичьих правах. Однако, любовное гнездышко на втором этаже существует несколько лет, даже после того, как всех жильцов официально расселили. Вот проводки загорелось, все, вот мерзленно кричит, вот это самое. Горим, я все стучил, посмотрел, ну и судеба застучит мою грудь, приснул, ничего не мог сделать. Вот там, вот все, выкрунули, бухнулся в втором этаже. Короткое замыкание в проводке обогревателя не единственная версия, которую выдвигают спасатели. Конечно, показания свидетелей они тоже учитывают, но не исключают. Всполыхнуть могло из-за непотушенной сигареты. Возможно, предположительно, нарушение правил правильной безопасности. Но пока окончательная причина не ясна, на всякий случай дом обесточили, а вместе с ним и весь квартал до восьми вечера, устроив неплановый выходной для сотрудников соседних офисов. Мы не уезжаем, у нас просто света нет, просто электричество, не знаем почему. Кто будет нести ответственность за пожар, пока не ясно. А также, как и не ясно, почему городские власти не предприняли все необходимые меры, чтобы законсервировать расселенный дом. Когда мы обратились за комментарием, для чиновников сообщение о пожаре стало новостью. А проезжая мимо, один из представителей профильного департамента даже не заметил изменений. Остается надеяться, что история 56-го дома на Чернышевского не станет судьбой для соседа через дорогу. Там находится дом Извозчикова, объект культурного наследия регионального значения, тоже расселенный. Но не факт, что без жильцов. Павел Громов, Василий Попурин, Новости Вологды.